МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу. Время говорить главные темы сегодня. Недозволенные игрушки в Рязани закрыт очередной горный притон. С треском. Единый госэкзамен завершается очередным громким скандалом. Доступная среда большинству недоступна. Инвалиды не получают должной поддержки в рамках заявленной программы. А теперь по всем подробнее. Печальное известие пришло из Москвы. Вчера покончил с собой директор по корпоративным коммуникациям объединения нефтегазовой системы Максим Феоктистов. В компании он отвечал за рекламу и связи с общественностью. Рязанские журналисты хорошо знали Максима, который достаточно долго занимался в регионе предвыборной работой, сотрудничал с местными политиками в плане пиара. Его жена Оксана Феоктистова работала репортером ГТРК АК, затем возглавляла службу информации этой телекомпании. Несколько лет назад Максим и Оксана переехали в Московскую область. Добавим, что Оксана и Максим Феоктистовы вскоре готовились отметить 20-летие свадьбы. Уже были заказаны билеты в Испанию. В связи с трагедией мы выражаем соболезнования всем родным и близким Максиму Феоктистову. Всероссийский скандал с единым госэкзаменом в Рязани заканчивается отвратительным мощным выхлопом. Стало известно, что результаты многих ребят на экзамене по математике оказались очень сильно занижены. Всему виной был назван компьютерный сбой. Как сообщает издание «Рязани.Инфо», среди не сдавших ЕГЭ оказались даже отличники и победители математических олимпиад. Сегодня была пересдача. С единым в этом году Минобразование опозорилось страшно. Антикоррупционная идея проекта с треском провалилась. Но отменять результаты нельзя, а потому выпускники, списавшие, что называется, в наглые ответы, вскоре преспокойно понесут документы в ВУЗы. И многих из них будут обязаны принять по результатам этого дурно пахнущего ЕГЭ-2013. Продолжать программу комментарий по поводу всего, что сейчас происходит с единым госэкзаменом в России. Многочисленные скандалы сопровождали сдачу российскими школьниками единого госэкзамена на протяжении практически целого месяца. Здесь и появление ответов в интернете еще за несколько дней до экзамена, и откровенное списывание, да и порой небезвозмездная помощь учителей и школьникам в некоторых отдаленных регионах России. Впрочем, опытные специалисты заранее предсказывали плачевный результат насильного внедрения зарубежных проектов на почву отечественного образования. Сразу было понятно, что он не коррелирует с системой образования среднего российского, а механически взят из опыта европейских стран, Америки. А вот механический перенос на российскую систему образования, конечно, не дал желаемых результатов. Но 2013 год – это вообще такой год знаковый, потому что по большому счету можно говорить о трагедии в образовании российском. Грандиозной проблемой стала подготовка школьников к единому госэкзамену, причем начиная чуть ли не со средних классов. Отсюда в будущем, как считают специалисты, может вырасти нация недоучек. Получается, что те, кто списали, те, кто воспользовались выложенным в сети материалом, они находятся в более выгодном, приоритетном таком условии, чем те, кто писал самостоятельно, добровольно. Меня беспокоит несколько другое. Сегодня поступят в вузы обманным путем, потом обманным путем проучатся в вузах. А кто будет лечить, учить через пять лет, управлять самолетами, кораблями? Россия через некачественные образования обречена на вечные трагедии. Многие эксперты полагают, что число нарушений в ходе нынешней выпускной кампании явно не стало меньше по сравнению с прошлым годом. Кстати, президент страны Владимир Путин заявил, что после вузовских экзаменов необходимо проанализировать ситуацию с ЕГЭ и сделать нужные выводы. Хотя, в общем-то, уже сейчас понятно, что зарубежный опыт как-то не совсем правильно прижился в российской системе образования. В общем, по Черномырдину. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Продолжая научно-образовательную тему. На прошедшем в Рязани форуме молодых ученых были представлены лучшие социальные проекты, задача которых – проложить, образно говоря, новые дороги в развитии столицы области. О том, по какому пути нужно двигаться для того, чтобы Рязань процветала и развивалась, молодые ученые всерьез задумались еще в начале года. И вот теперь на форуме «Новый взгляд на город» 13 проектных мастерских, где работают специалисты пяти ведущих рязанских вузов, рассказали, что конкретно планируют сделать, если власти поддержат именно их проект. Мы предлагаем несколько направлений работы, в частности, по формированию внутреннего и внешнего имиджа города Рязани, потому что города не хватает философии, мы, к сожалению, не любим свой город, и молодежи много уезжают в Москву. Предлагаем ряд предложений по этому направлению. Также мы предлагаем использование и разработку городского кадрового портала, как место, где могли бы взаимодействовать все заинтересованные стороны или стейкхолдеры. И, соответственно, предлагаем разработку туристических маршрутов, которые могли бы пользоваться и жители Рязани, и иногородние жители. И сам факт включения в эти маршруты предприятий мог бы являться фактором повышения их имиджа как работодателя. Каждая мастерская подготовила проект по решению одной из пяти проблем, определенных в качестве основных для Рязани на данный момент. Это борьба с наркоманией и алкоголизмом, повышение ответственности власти, улучшение воспитания молодежи, помощь молодым семьям, повышение правопорядка, а также создание рабочих мест. Мы предлагаем проблемы нашего города рассмотреть системно, то есть проблемы экологии, благоустройства нашего города, совместить с проблемой занятости. Таким образом, мы достигнем стратегических целей развития города Рязани. Итоги работы участники мастерских представили гостям форума, главе региона Олегу Ковалеву и мэру города Виталию Артемову. Оценивая представленные работы, Олег Ковалев подчеркнул их значимость и актуальность для нашего региона. Вы знаете, я, честно говоря, был скептиком, когда такие предложения были. Я как-то относился так, ну игра, игра, думаю, и все. Но когда я увидел, как они начали работать, насколько профессионально была организована работа, насколько они грамотно, значит, отрабатывали все это дело, и вот по презентации по сегодняшней, я не зря даже задержался сегодня на презентации, я увидел, что, в общем-то, они вышли на результаты те, которые, в общем-то, существуют и в мировой практике. Конечно, молодые ученые мыслят реально, и не все уверены, что их проекты будут воплощены на 100%. Однако перспективы есть, и одно это авторов не может не радовать. Это некий, возможно, будущий старт в каждом проекте представления. Но на данном этапе это, скорее, больше реклама того, что может получиться в будущем. По итогам форума экспертная комиссия выбрала четыре проекта. Реализовать их поможет попечительский совет, в состав которого вошли представители общественных объединений, власти и бизнес-сообщества. Также в рамках форума прошло вручение ежегодных премий губернатора молодым ученым и специалистам в области науки и инноваций, размер каждой из которых составил 25 тысяч рублей. Было бы неплохо молодым ученым разработать и реальную, действующую местную программу поддержки инвалидов «Доступная среда». Есть она, среда, это самое, но движется в реалиях не быстрее инвалидной коляски. Вот что рассказал нам в интервью председатель областной организации инвалидов Виктор Кузин. У нас человек еще что-то, ну, как-то пренебрегает, небрежно относится к инвалидам. Конечно, не все, но есть люди, которых небрежно, но инвалид на него как-то внимание обращает. А вот этот видеоматериал, снятый народным репортером во время проливных дождей в Ростовской области, как раз и наводит на размышления о том, кто только говорит о помощи инвалидам, а кто действительно помогает. Почти плывущий по дороге колясочник раздраженно машет рукой на проезжающих мимо автомобилистов. Дескать, давай двигай дальше, толку-то от вас. Зато мужественная собачка из последних лохматых сил толкает малоподвижного хозяина по ходу движения его немудрящего транспорта. Мораль такова, кто действительно хочет помочь, тот не будет разглагольствовать об этом, а возьмет и поможет. Но, похоже, в этом пока больше преуспела верная собачка, чем все российские чиновники вместе взятые. К другим темам. Недавно Министерство внутренних дел вновь обратилось к депутатам Госдумы с предложением по введению административной ответственности за посещение страждущими нелегальных игорных заведений. Да и впрямь. Все знают, что запрещено, а лезут в подпольные клубы с настойчивостью маньяков. Вот пусть и отвечают штрафными деньгами. Это кроме того, что организаторы игорного бизнеса должны в обязательном порядке привлекаться к уголовной ответственности. Между тем, клубы удачи всплывают, как известная органика, в проруби. То там, то здесь. В том числе и в Рязани. Вчера вечером полицейские с болгаркой наперевес штурмовали очередной притон. С подробностями Оксана Тебенихина. Игорные заведения в нашей стране уже давно запрещены. И все-таки находятся особо наглые товарищи, которым на законы плевать. 18 июня сотрудники полиции, благодаря бдительности горожан, раскрыли деятельность одного из подпольных клубов Рязани. Организаторы местного Лас-Вегаса имели наглость не пускать полицейских на порог заведения. Дверь пришлось скрывать болгаркой, которую полисменам предоставили прибывшие на место сотрудники МЧС. 4 электронных игровых автомата, 2 покерных стола, 502 фишки, 8 колод карт. Вот такое добро изъяли у правонарушителей. У клуба уже появились свои завсегдатые, как будто зарплату людям девать некуда. С другой стороны, пока существует спрос, предпринимательское предложение всегда найдет своего ценителя. А значит административных дел будет еще очень много. На сегодня все. Увидимся вновь в четверг, как обычно в эфире телекомпании «Город». Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин